В 2008 году осенью долго болел и кашлял, пошел к врачу-пульмонологу, он направил меня на КТ легких. На КТ легких мне обнаружили узел щитовидной железы, случайно она попала на снимок. В легких все было хорошо. Ну, узел и узел. Направили, говорят, сходи, УЗИ сделай. Пошел, УЗИ сделал в лабораторию обычную. В лаборатории, значит, на УЗИ мне написали, что это, скорее всего, коллоидный узел. Но желательно провести биопсию, так как узел уже один сантиметр. После этого я успокоился и где-то пару месяцев ничего не делал. Значит, в течение этих пару месяцев я как-то один раз начал бриться и, подняв голову, заметил, что у меня какой-то небольшой бугорочек есть на шее. После того, как я его обнаружил, я решил, что все-таки надо, наверное, на биопсию сходить. Нашел в интернете, на гуглил медицинский центр северо-западный, так как он специализируется на эндокринологии, то, что связано с щитовидной железой, записался на прием к Анегарине Шавининой. Пришел на прием, мне сделали биопсию. Было совершенно безболезненно и осталась только маленькая точечка, после того, как я снял пластырь, которая там в течение двух-трех дней прошла. Вот в течение этих двух-трех дней, в первый день после взятия биопсии, мне пришел результат. Я прочитал, что у меня МРЩЖ, то есть медулярная карцинома щитовидной железы. Вот, диагноз очень серьезный, при котором нельзя долго тянуть. И, соответственно, на первом приеме меня уже записали на повторный. И придя на этот повторный прием, Анна Игоревна связалась с заведующим отделения оперативной хирургии Черниковым Романом Анатольевичем, который уже принял решение меня оперировать в кратчайшие сроки. Роман Анатольевич быстро записал меня на операцию, сказал, что необходимо пройти перед операцией. Я оперативно это все прошел, и во вторник я уже был готов к операции. В день операции я запомнил прохладный кабинет хирургический, и себя в халате, и больше без ничего. Да, таком, одноразовый такой халатик. Ну, и вспомнил, как я такой проснулся лениво, знаете, как будто когда не выспался, и хочется еще поспать. Но меня разбудили, и там было прохладно. Соответственно, после этого меня перевезли в палату, в палате уже было комфортно, хорошо. В первый день у меня немного поболело горло, больше никаких симптомов не было, все было хорошо. На третий-четвертый день я уже спокойно работал, занимался своими делами. И ничего у меня больше не болело. Хамадшин Руслан очень жизнерадостный, веселый человек, который очень давно к нам пришел, ну, 3 года уже прошло, наверное. Пришел с заболеванием, которое отличается от обычных наших болезней тем, что тут очень важно достаточно рано поставить диагноз и правильно полечить человека. Он достаточно быстро у нас появился, поэтому нам удалось сделать радикальную операцию, которая привела фактически к полному его исцелению. И мы надеемся, что больше этого заболевания у него не повторится. Очень важно, что сам пациент был правильно мотивирован. И сразу же, как только был выявлен узел в щитовидной железе, обратился к эндокринологу, а потом уже попал к нам. Тут время играло очень важную роль, и это время не было потеряно. После этого каждые полгода я нахожусь на скрининге у Анны Игоревне. Каждые полгода прохожу осмотр УЗИ, сдаю анализы необходимые, там, кальцитонин, ТТГ, РЭА. Таким образом я чувствую себя спокойно, защищенно, и анализы у меня в порядке. Прекрасно живу, иногда, конечно, вспоминаю о своем диагнозе и беспокоюсь, но после того, как прохожу скрининг, все беспокойство проходит. Каждые полгода, когда чувствую что-то не так, то могу раньше прийти и сдать анализы. Анализы сдают только здесь, потому что здесь очень быстро они приходят на почту, очень хорошо медсестры берут этот анализ, то есть не больно, не приходится им по два раза колоть. С первого раза аккуратно, все хорошо. Цены очень демократичны, в этом плане прям радуют. Если вы столкнулись с диагнозом медулярная карцинома, не стоит переживать, а нужно довериться опытным профессионалам, они помогут. Спасибо коллективу Северо-Западного центра эндокринологии за то, что спасли мне жизнь. Северо-Западного центра эндокринологии за то, что спасли мне жизнь.